Эксперимент Милгрэма. Я про него ни разу не слышала, но если только от подписчиков, в том плане, что вы просили меня чекнуть этот видос, потому что он довольно интересный. Окей? Почему бы и нет? Let's go! Это Адольф Эйхман. Он руководил массовым уничтожением евреев в лагерях смерти Третьего Рейха. Он подписал смертный приговор нескольким миллионам невинных людей и контролировал его исполнение. Но на Нюрнбергском судебном процессе, который после Второй мировой войны выносил приговоры уже бывшим руководителям Третьего Рейха за преступления против человечества, на скамье подсудимых Адольфа Эйхмана не было. Почему? После того, как исход войны был уже более чем понятен, весной 1945 года он пропал. А это Израиль, еврейское государство, которое было создано через три года после Второй мировой войны. Почти все население этой страны либо лично прошло через концлагеря Третьего Рейха, либо имело родственников и знакомых, пострадавших от Холокоста. Короче говоря, Израиль занялся поиском избежавших правосудия нацистов. Почти 10 лет спустя в Аргентине один мальчик с интересной фамилией Эйхман влюбился в девочку и похвастался ей, чем занимался раньше его батя. Эта девочка оказалась дочкой одного еврея, который пережил концлагерь. После чего в Аргентину прибыли израильские спецслужбы, схватили отца Эйхмана прямо на улице и тайно вывезли в Израиль, чтобы там он предстал перед судом. Судебный процесс над Адольфом Эйхманом начался в 1961 году. Он отрицал все, в чем его обвиняли и заявлял, что он всего лишь выполнял приказы. Но разумеется, за все деяния его приговорили к смертной казни. За этим судебным процессом с интересом наблюдал американский психолог Стэнли Милгрэм. Его родители были евреями, которые эмигрировали из Восточной Европы в Соединенные Штаты еще во время Первой мировой войны. Большое количество оставшихся в Европе родственников позднее пострадали от Холокоста. И этот факт способствовал развитию у Милгрэма научного интереса к этой теме. Адольф Эйхман на суде не создавал впечатление психопата. Он выглядел и говорил, как самый обычный человек. И у Милгрэма возник вопрос, как так вышло, что немецкий народ принимал участие в уничтожении миллионов невинных людей в лагерях смерти. В поисках ответа Милгрэм провел серию экспериментов. Да, экспериментов было очень много. Но чтобы, так сказать, расставить декорации, мы для начала возьмем тот, который был задокументирован на пленку. В эксперименте принимали участие трое. Исследователь и двое добровольцев. Они тянули жребий, по результату которого одного уводили в другую комнату и привязывали к креслу с электродами. А второго усаживали перед внушительным прибором. Испытуемым сообщили, что в эксперименте проверяется влияние боли на память. Итак, мне нужен новый испытуемый. Старый отказался от участия в силу некоторых причин. Отказался. Можно я? Да, конечно. В общем, испытуемым говорили, что в эксперименте проверяется влияние боли на память. Тот, кто сидел за прибором, зачитывал вслух пары слов. Грустная девочка, приятный день, толстая шея и тому подобное. А тот, кто сидел в другой комнате за стеной, должен был их запоминать. Везунчик. Затем происходило что-то такое. Грустная. Мальчик, девочка, трава, шляпа. Человек в той комнате должен дать ответ, нажав на одну из четырех кнопок. Ох ты ж... Правильно. Но если человек в той комнате давал неправильный ответ, он получал удар током. С каждым неправильным ответом напряжение увеличивалось. И вы спросите, а в чем прикол? Да. В том, что исследовалось не влияние боли на память, а то, насколько далеко под влиянием авторитета исследователя сможет зайти тот, кто сидит за прибором. Ведь в соседней комнате находится всего лишь актер, который делает вид, что получает удары током. Он будет кричать, требовать прекратить эксперимент, жаловаться на самочувствие, а в какой-то момент вообще перестанет подавать признаки жизни. А исследователь тем временем будет находиться рядом с настоящим испытуемым и говорить ему, что все хорошо, вы должны продолжать. И всю ответственность я беру на себя. Да ого, очень интересно. Давайте вот по этому листу теперь. Эм, ладно. Загадка от Джака Фреско. Было два козла. Сколько? Чего, сколько? Что? Что нажимается вообще? Неправильно. Эм, Мудряныч, ты говорил, что по-настоящему бить не будет. Продолжайте. Только давайте сразу на 300 вольт переключимся. Вы уверены? Эксперимент требует, чтобы вы продолжали. Ах, вилкой в глаз или в жопу. А когда актер переставал отвечать на вопросы и даже вообще издавать какие-либо звуки, исследователь говорил испытуемому, что это тоже нужно трактовать как неправильный ответ и продолжать эксперимент. Изначально Стэнли Милгрэм выдвинул предположение, что немецкий народ просто сам по себе такой злой, агрессивный и готов выполнять... Слушайте, я, по-моему, про это слышала, но не знала, как это называется. Ладно, интересно. Вообще, Милгрэм, собственно, даже хотел ехать в Германию и проводить эксперимент там, но все же решил сначала обкатать всю задумку на американцах. Только вот после этого стало понятно, что ехать никуда и не нужно. До эксперимента предполагалось, что до 450 вольт дойдут один или два человека из ста. Но на деле до этой отметки дошли две трети всех испытуемых. В это довольно тяжело поверить. У критиков появилась куча вопросов. Может быть, испытуемые просто не понимали, что значит для организма такое напряжение. Они чувствовали безнаказанность. И поэтому доводили до удара в 450 вольт. Может быть, выборка была искажена тем, что на участие в эксперименте соглашались в основном люди с садистскими наклонностями. А те, кто таких наклонностей не имел, по большей части сразу отказывались от участия и не попали в итоговую статистику. Возможно. Может быть, испытуемые подсознательно были спокойны, потому что все это проходило в Ельском университете, который как бы не славится истязательством. Эти и многие другие вопросы возникли сразу после проведения эксперимента. И для нахождения ответов эксперимент видоизменялся и повторялся. Таким образом выяснилось, что если за пульт посадить женщин, то результат не меняется. Если актер начинает кричать, что у него больное сердце и требует выпустить, результат также не меняется. Правда? Этот вариант эксперимента с якобы больным сердцем как раз и был снят на кинопленку. Испытуемые проходили специальный тест, который показывал, что эти люди самые обычные и вовсе не являются садистами. Более того, во время эксперимента они явно протестовали, очень сильно нервничали и постоянно оборачивались к исследователю. Они просили остановить это безумие. Но когда исследователь говорил, что все хорошо и нужно просто продолжать, они, испытывая моральные мучения, продолжали бить другого человека током. Интересно, почему никто не решался просто встать и уйти? Потом людям объясняли суть эксперимента и брали у них интервью. Этот эксперимент провели в самых разных странах по всей планете. И результаты оказались примерно одинаковыми. Из всего этого Стэнли Милгрэм сделал вывод, что большое число людей не способно противостоять авторитетному лицу. Милгрэм стал жутко популярным, а его книга об этом эксперименте была бестселлером. Артур, чуешь, чем пахнет? На самом деле все было не так гладко, как описывал автор. Многие испытуемые в процессе эксперимента догадались, что все происходящее это постановка. А ужасающий показатель в две трети, дошедших до 450 вольт, скорее всего, не совсем правден. Хоть у эксперимента и был протокол, по которому испытуемому говорили заранее заготовленные фразы, которые должны были убедить его, что эксперимент нужно продолжать. Если на все четыре фразы он отвечает отказом, то эксперимент должен завершаться. На деле эти фразы менялись, и зачастую на четырех отказах все не заканчивалось. Есть вероятность, что Милгрэму очень сильно хотелось написать книгу и создать шумиху вокруг нее, успешно ее продать. Подкрутить для этого данные и вынести приговор человечеству, что в каждом из нас живет садист, выглядит не очень сложной задачей, когда цель такая. Но даже если... Очень двоякое ощущение сейчас после этих слов вообще от Милгрэма, от всего этого эксперимента. И вот я как задавалась, так и задаюсь вопросом, что мешало людям просто встать и уйти. Ведь если они проявляли сочувствие, то просто фраза «надо продолжать все хорошо» она вряд ли тебя убедит, если тебе по-настоящему кого-то жалко. Милгрэм специально подогнал результаты. Хотя, всякие ситуации бывают. Разве делает его работу бессмысленной? Мне кажется, что нет. Хотя бы потому, что люди, которые действительно подчинились авторитету в лице исследователя, все равно были, даже несмотря на всю странность ситуации, в которую они попали. Подчинившихся людей и вариации эксперимента было достаточно, чтобы выявить множество других закономерностей и сделать определенные выводы, с которыми можно согласиться даже интуитивно, просто применив их на себя. Мы возьмем вот такую гипотезу Милгрэма. В подобной ситуации человек перекладывает ответственность на исследователя или на того, кто за стеной, ведь тот сам добровольно согласился в этом участвовать. В обоих случаях собственные моральные ценности подавляются. В таком состоянии человек совершает действия, исходя не из своих желаний и целей, а из чужих. Проще говоря, просто выполняет свою работу. С помощью него кто-то другой достигает своих целей. Таким образом выстраивается иерархия, структура общества. Без нее человечество не смогло бы достичь всего того, чего оно достигло. Нас учат подчиняться. Сначала родители, затем школа и работа. Везде подчинение поощряется, а неподчинение наказывается. Но чтобы подчиниться авторитету, человек должен сначала признать этот авторитет. Германия после Первой мировой войны и Великой депрессии, накрывшей весь мир, находилась в сильном кризисе. Адольф Гитлер имел простые ответы на все вопросы немецких граждан. Он получил их поддержку, развил промышленность, поднял экономику и вернул Германии былое величие, на которое существовал запрос в германском обществе. Гитлер был авторитетом для своего народа. А еще в нем жила чудовищная и совершенно бессмысленная идея уничтожить всех евреев. Потому что он видел в них внутреннего врага Германии. Большое количество высокопоставленных офицеров являлись ветеранами Первой мировой войны. А что, как не армия, учит подчиняться и отбивает способность к критическому мышлению? А теперь возьмем еще один вывод из эксперимента Милгрэма. Чем меньше человек видит последствий своих действий, тем больше он подчиняется. Вы помните, как много человек дошли до отметки в 450 вольт, когда актер сидел за стеной? Но когда он сидел в одной комнате со всеми, дошедших до конца стало почти наполовину меньше. Их стало еще меньше, когда актер сопротивлялся. А испытуемому говорили, чтобы он силой прикладывал его руку к электродам. Окей. Офицеры, сидя в кабинете, подписывали приказ и отдавали его на исполнение вниз по иерархии. Они не загоняли толпы людей в газовые камеры своими руками. Сами своими руками, да. Это приходилось делать рядовым охранникам. В эксперименте Милгрэма, когда испытуемому... Мне кажется, что если бы им самим пришлось это все делать, возможно, столько жестокостей бы не произошло. ...какерили, что он сам ответственен за жизнь человека за стеной, то большинство не уходило дальше отметки в 120 вольт. Но даже если эти охранники и перекладывали ответственность на вышестоящих, они все равно рисковали сойти с ума от этого безумия. Внутренний конфликт слишком сильный, чтобы закрывать на него глаза. И тут постаралась мощнейшая пропаганда антисемитизма, которая внушила немцам, что евреи это вообще даже не люди. Вас же не мучает совесть, когда вы убиваете комара. Сотрудников лагерей смерти, судя по всему, не то, что совесть не мучила. Им даже казалось, что они делают что-то правильное. Они воспринимали свою работу как исполнение долга. Но в любом случае им нет оправдания. Как уже говорилось ранее, Милгрэм провел эти эксперименты в самых разных странах. И он посчитал, что выявил общую тенденцию, характерную для большинства людей и общества в целом. Неважно, в авторитарном или демократическом государстве вы живете. В ситуации с авторитетом у вас включаются одни и те же психологические механизмы. Один из испытуемых в эксперименте Милгрэма на очередную фразу исследователя «У вас нет выбора» ответил, что вообще-то у него есть выбор. И он не будет продолжать эксперимент. Позиция защиты многих нацистов на судебных процессах исходила из того, что выбора у них не было. Но снимает ли это с них ответственность? Конечно, нет. Они преступники. Тот же исследуемый в эксперименте Милгрэма сказал, что он чувствует ответственность за свои действия. Но в эксперименте Милгрэма не было никаких угроз или наоборот обещаний вознаграждения. Не было промывки мозгов. Представьте, что приказы вам дает не человек в белом халате, а офицер, обладающий властью. Но тем не менее, известна история, рассказанная еврейским музыкантом Владиславом Шпильманом. Знаете, в чем дело еще? Вот офицер, да, если ты не подчинишься его приказу, то на тебя могут наложить некие санкции. Я не знаю, что было в те времена с теми, кто не слушался начальства, высшее руководство, но примерно понять можно. И на человека это также могло давить. Но опять же, это не оправдывает жестокость, которая была в те времена. Который прятался от немцев по подвалам и чердакам домов в оккупированной Варшаве. В очередном здании его нашел немецкий офицер Вильгельм Хозенфельд. Он сказал офицеру, делайте со мной что хотите. Но тот ответил, я не собираюсь делать вам ничего плохого, и мне стыдно за мой народ. В дальнейшем этот офицер приносил Шпильману на чердак еду. И вот еще что. В очередной версии эксперимента Милгрэма к испытуемому добавлялись еще два актера. И они уже втроем били током актера за стеной. В этом случае эти единицы смогли отказаться от продолжения эксперимента. Даже если у вас получится противостоять авторитету, сможете ли вы преодолеть влияние социума? Так мы подходим к теме конформности. Очень интересно. Вот как бы, может быть странно, в данной ситуации это не прозвучало. Но я начинаю сопоставлять это с ребенком-подростком, который попадает в плохую компанию. И вот начинается увлечение пагубными привычками. Как раньше это было курение. Сейчас это парение. Господи, с вот этими штуками, похожими на флешки. Да, я немножко отстала от современных тенденций. Но я этим не занимаюсь. Мне это, по идее, не нужно. Но я просто вижу, что это действительно очень популярно. И как шоколота очень часто подходит ко взрослым людям и просит их купить вот эти вот штуки. И проще говоря, статного инстинкта, как-то обидно звучит, который в совокупности с групповым подкреплением, пропагандой и склонностью подчиняться авторитету дали такой мощный эффект в гитлеровской Германии. Есть один очень интересный философский вопрос, который неизбежно встает, когда начинаешь анализировать такие эксперименты. Если к неким поступкам нас подталкивают, помимо обстоятельств, еще и какие-то вещи, которые заложены в нашей природе, то в полной ли мере мы ответственны за этот поступок? Будь то подчинение авторитету или давление общества, если мы устроены так, что с большей вероятностью поддаемся этому, лежит ли на нас ответственность за то, что мы под давлением нашей природы идем на это? Но ведь и правда, не все подчиняются, кому-то сила воли и особенности его характера позволяют принять гуманно-этичное решение. Но что если отказывается он из-за моральных устоев, которые были сформированы под давлением общества, как и тот, кто поддается, только в другую сторону? Просто ему повезло, что в его случае этот же самый порочный природный механизм подтолкнул его в правильном направлении. Конечно, наказывать нужно, когда нарушен закон. Но ведь это не закон природы, не фундаментальное физическое постоянное. Он не существует как нечто само собой разумеющееся. Его пишут люди со своими взглядами и со своими убеждениями. И вот уже некоторые законы справедливо могут показаться нам даже и негуманными. Не, ну по идее он реально прав. По факту то, каким человек будет, какие у него будут взгляды на жизнь, на мир, зависит от того, в каком окружении он находится с самого раннего детства. Как вот, знаете, говорят, что такое хорошо, а что такое плохо. И какому-то человеку эти понятия могут спутать настолько, что он будет считать себя хорошим человеком, делая не самые лучшие дела и поступки. Будет интересно посмотреть на то, как эти эксперименты будут сказываться на правовом дискурсе в будущем. Я думаю, это неизбежно. Чем больше мы узнаем о природе человека, о его слабостях, тем сильнее сомневаемся в общепринятых этических моментах. На моем канале вышло видео, где я рассказываю о другом похожем эксперименте, где испытуемые школьники не по своей воле стали частью радикального движения. И о том, какие выводы мы могли бы из этого извлечь. Блин, интересно. Артур, большое спасибо за мысли и за участие в ролике. Кстати, в ролике Артура я тоже поучаствовал. Ссылку на него вы найдете в описании. А мы вернемся к Стэнли Милгрэму. Результат его эксперимента, вывод о том, что больше половины людей готовы убивать других по приказу сверху, кажется нереальным. И поэтому много раз не без оснований подвергался критике. В это тяжело поверить. Так же, как тяжело поверить во множество других фокусов психологии человека. Но есть и хорошая новость. Почти у всех людей есть желание быть частью социума и разделять его мнение. И этот самый социум может как создать авторитет, так и разрушить его. Когда два актера отказывались подчиняться исследователю, то и 90% реальных испытуемых следовали их примеру. Спасибо за просмотр, а также за лайк. Это очень классный вывод в самом конце, означающий то, что если в целом наше общество будет хотя бы стремиться к чему-то светлому, доброму и справедливому, то отдельные люди, личности, которые находятся на некой стадии выбора, как поступить так, а не иначе, они будут приближаться к более лучшему, более доброму поступку, нежели могли поступить как-либо плохо, например, с кем-либо или в отношении кого-либо. Это очень интересный видеоролик, и мне даже понравилось, что здесь была понятая тема конформности. И я обожаю вообще само по себе это понятие, и обожаю также понятие нон-конформизм, которое полностью характеризует меня как человека. Я иногда ненавижу в себе это качество, но если конформность — это чувство, когда ты следуешь чему-то примеру, например, допустим, какая-то компания подросток, я уже про это говорила, они курят, и он начинает курить, то у меня почему-то всегда работало всё наоборот. Мне хотелось быть некой такой вот особенной, не такой, как все. Это настолько пафосно, кринжово звучит, но такое качество у меня всегда присутствовало. И когда я поступила в универ, у меня, получается, девочки в группе, да, там были только девчонки, и курили, и мне сказали, что, ну, не удивляйся, если к выпуску ты тоже начнёшь. Как бы не отдратути, не курю, и не хочу курить мне, это неинтересно. И это очень классная тема. Я не могу сказать, что нон-конформизм — это хорошо. Нет, в некоторых случаях ты сам хочешь что-то сделать, но если другие люди тебе говорят это делать, ты отказываешься от своего же решения, чтобы просто им не угождать. Это довольно противное качество, и мне кажется, что просто нужно искать некий баланс и в первую очередь прислушиваться к самому себе, понимать, что ты сам несёшь за себя ответственность, неважно, сколько тебе там лет. Ребёнку, конечно, это будет сложнее понять, чем взрослым, но всё же. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова